Дорогие друзья, я рад снова приветствовать вас на канале Американская Мечта. Одним из самых часто задаваемых вопросов, которые приходят от вас, является вопрос о том, как переехать в Соединенные Штаты и начать здесь работать. Поэтому в данном видео мы рассмотрим всевозможные варианты и методы вашего переезда в Америку, а также получение легального статуса в этой стране, который позволит вам в будущем найти хорошую работу. Итак, мы можем разделить эти методы на два разных варианта. Вариант первый – это приезд по грин-карте, и вариант номер два – это приезд по одной из многочисленных типов виз. Грин-карта или зеленая карта фактически является, наверное, самым лучшим способом приезда в Соединенные Штаты, поскольку ее наличие, в отличие от большинства виз, автоматически дает вам возможность не только на переезд в Соединенные Штаты, но также дает вам право на работу в этой стране. Есть множество способов того, как вы можете получить грин-карту. Например, один из них – это когда ваш нынешний или будущий работодатель заполняет на вас документы и делает вам вызов. При этом вы должны быть высококлассным, высококвалифицированным специалистом своей области и быть достойным того, чтобы приехать и работать в Соединенных Штатах Америки. Для тех, кто хочет приехать в Соединенные Штаты с целью того, чтобы устроиться дальнобойщиком, хочу сразу сказать, что данный вариант вам не подходит по двум причинам. Причина номер один – дальнобой не подпадает под высококвалифицированные специальности. И причина номер два – когда ваш работодатель делает вам вызов, он берет вас под свою ответственность. И если, к примеру, вы специально или случайно нарушаете закон, то придется отвечать не только вам, но еще и вашему работодателю. Как вы сами понимаете, ни одна компания в Америке не хочет иметь такие проблемы, поэтому компании, которые нанимают дальнобойщиков из других стран, их просто не существует. Еще одним вариантом приехать в Америку и получить здесь работу является вариант инвестировать в американскую экономику. Если вы инвестируете от полумиллиона до одного миллиона долларов, то американское правительство выдаст вам зеленую карту. Правда, если у вас есть такие деньги, то не совсем понятно, зачем вам вообще ехать в Америку и устраиваться здесь на работу. Самым же популярным способом и, наверное, самым вероятным способом получения грин-карта является так называемая лотерея грин-карт, которая проходит в период с 1 октября по 3 ноября. Кстати, я оставлю ссылку на эту лотерею ниже под этим видео. Лотерея представляет собой розыгрыш, при котором победитель определяется совершенно случайно компьютером. То есть плюсом является то, что лотерея совершенно не предвзята. Еще одним плюсом является то, что участие в ней бесплатно. То есть вам не надо платить за то, чтобы участвовать в этой лотерее. Минусами является то, что количество грин-карт ограничено и вероятность того, что вы ее получите, равняется 1 к 200. То есть из 200 человек, которые будут участвовать в лотерее, только один человек получит грин-карту. Еще минусами является то, что лотерея проводится не каждый год, и количество разыгрываемых грин-карт зависит от политической ситуации в стране. Последнее время администрация Дональда Трампа достаточно негативно относится к эмиграции. Поэтому, насколько я слышал в последнее время, получить грин-карт или зеленую карту становится все сложнее и сложнее. Более подробно о каждом из этих вариантов, а также о всех правилах заполнения документов, вы можете ознакомиться по ссылке ниже под этим видео. Если у вас не получилось получить грин-карту, то не расстраивайтесь. Ведь у вас есть всегда шанс приехать в Америку по одному из многочисленных типов визы. Сразу хочу сказать, что виза хуже грин-карты, поскольку в отличие от грин-карты, виза не дает вам автоматического разрешения для того, чтобы работать в США. То есть, она не дает вам права на работу. Более того, некоторые типы виз вообще не дают вам такого права. Поэтому, прежде чем заполнять документы на получение визы, вам нужно разобраться, что же у вас за ситуация и какой из типов визы подходит конкретно вам. Итак, на официальном сайте travel.state.gov имеются все категории виз и их обозначения. Давайте попробуем пройтись по некоторым из них и выявить наиболее перспективные для дальнейшего трудоустройства в Соединенных Штатах. Категории H1B, J и O, как и в вышеупомянутом случае с грин-картой, дают возможность получить визу с правом на работу для людей, имеющих высокую квалификацию в сфере бизнеса, науки и искусства, медицины и так далее. Если вы не можете приехать по данному типу виз, то вы можете попробовать приехать по категориям U и T для людей, которые ищут политическое убежище. Либо приехать по туристической визе B2 и уже находясь в Америке подать на политубежище. Политическое убежище можно получить, если, к примеру, на родине вас преследуют по политическим, религиозным или по причине нестандартной сексуальной ориентации. Еще одним вариантом является заключение фиктивного брака с американским гражданином и приезда в Америку по визе K1. Но учтите, что данные действия нарушают американский закон, и если вас поймают, то в лучшем случае вас депортируют, а в худшем случае вас ждет тюрьма. Поэтому в этом видео я вовсе не призываю никого пользоваться теми или иными методами, а просто информирую вас о способах приезда в Соединенные Штаты, способах, которыми пользуются некоторые наши иммигранты, и о возможных последствиях. Если вам все же удастся приехать в Америку, то следующим шагом, уже находясь в Соединенных Штатах, будет прохождение процедуры Adjustment of Status, по окончанию которой вам будет выдан специальный документ, позволяющий вам работать в Соединенных Штатах. Значит, этот документ называется U.S. Work Permit, он же U.S. Work Authorization, он же Employment Authorization Document, сокращенно EAD. Несколько названий, но на самом деле один и тот же документ. Для того, чтобы получить данный документ, вам следует заполнить форму под названием I-765. Ссылка на нее находится ниже под этим видео. А также приложить к данной форме свои фотографии и оплату в размере 470 долларов. И отправить все это в американскую организацию под названием U.S. Citizenship and Immigration Services, сокращенно U.S.C.I.S. Еще дам вам такой маленький совет. Дело в том, что сама процедура Adjustment of Status далеко не самая простая, особенно если вы не владеете нужным уровнем английского языка. Поэтому, чтобы в процессе подачи документов у вас не было никаких проблем, советую вам обратиться к грамотному адвокату, который поможет сэкономить вам и время, и нервы. Ну, у меня на сегодня все. Я надеюсь, это видео было для вас полезным и ответило на большинство поступающих ко мне вопросов. У меня к вам просьба подписаться на мой канал, нажать вот на ту красную кнопку, которая внизу, поставить лайк этому видео и поделиться этим видео с другими людьми, которые тоже хотят приехать в Соединенные Штаты. До скорой встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok